МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Каждый колосок на вес золота. В регионе массово стартовала уборочная кампания. Налоговая грамота. О том, как работают налоговые консультанты, какие изменения ждут налоговый кодекс и сам процесс сбора налогов. Александр Говейко поговорил с начальником региональной инспекции Владимиром Двойно. Птичий двор. Наши корреспонденты пообщались с обладателем премии Человек-года в номинации руководитель, директором птицефабрики «Рассвет» Рафиком Гаджиевым. В лес за деньгами. Сколько можно заработать на сборе черники, узнала Евгения Кухаронок. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Несмотря на сложные погодные условия, в регионе продолжается уборка урожая. Поля зимого рапса уже обмолочены в большинстве районов. Собрано более 40 тысяч тонн масла семян. Самый весомый намолот на счету Гомельского района. Почти 6 тысяч тонн. Началась и массовая уборка зерновых. Каждый день к страде присоединяются новые хозяйства. Собрано примерно десятая часть урожая. В лидерах по темпам уборки – Хойникский район, где обмолочены уже около 40% площадей. Самые большие объемы работ в этом году у агрария в Будокошелевском районе. Более 30 тысяч гектаров. Свыше 25 тысяч отведены под зерновые в Речицком и Рогачевском районах. Нынешняя уборочная компания определила и первых лидеров среди экипажей, работающих в полях. Так более 1 тысячи тонн рапса и зерновых культур намолотил тандем из агрокомбината «Холмич» Речицкого района. Иван Вырвич и Олег Хвост. В этом же хозяйстве работает один из первых водителей, которые перевезли более тысячи тонн – Виктор Кардаш. Такой же результат показали Сергей Никитенко, хозяйство Сутково-Хоникского района, и Эдуард Сыс, филиал Советской Белоруссии Речицкого комбината хлебопродуктов. Работа на полях кипит. Чтобы урожай был собран в срок, используется каждый погожий день и час. Тем временем наши корреспонденты собрали обзор из других важных событий недели. Помощник президента Республики Беларусь инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко выслушал обращения гомельчан в ходе личного приема. Встреча с жителями Гомеля прошла в горосполкоме. Записались 14 человек. При этом 8 из них обратились с вопросами, ответы на которые давно получили из различных служб, но остались ими недовольны. Проверка по каждому обращению будет проведена еще раз. При необходимости людям окажут и материальную помощь. Но аннулировать, к примеру, судебные решения не в компетенции инспектора по Гомельской области. Между тем обращались горожане не только с жалобами, звучали и предложения. Например, придать советскому району Гомеля статус вежливого. Напомним, здесь уже появился первый в стране вежливый пляж. Объявлены зоны, свободные от курения, алкоголя и сквернословия. Юрий Шулейко предложил автору идеи составить программу, которую впоследствии можно было бы взять на вооружение. Сервисная зона для пересекающих границу открылась у пункта пропуска «Новая Гута». Тут разместились два летних кафе на 70 посадочных мест, где путешественники могут отдохнуть и перекусить под навесом. Работает торговая точка. Рядом площадка с четырьмя автоматами с напитками, чаем и кофе. Стационарные туалеты. Для безопасности ожидающих сервисная зона ограждена от проезжей части турникетом. Проект реализован по поручению председателя Гомельского облсполкома Владимира Дворника. По данным статистики, в сравнении с прошлым годом, нынешним летом груза и пассажиропоток увеличился примерно на 70%. За 10 лет количество детей, находящихся в социально опасном положении, в регионе уменьшилось на треть. Сейчас это почти 4700 детей, или примерно полтора процента от всех несовершеннолетних, проживающих в Гомельской области. Об этом журналистам сообщили в ходе пресс-конференции представители ответственных служб. Как подчеркивают специалисты, предание семье статуса социально опасной – это не наказание, не приговор и не оскорбление ее авторитета. Это стремление проявить предусмотрительность. Основных критериев, по которым можно определить, находится ли ребенок в социально опасном положении, шесть. Это, в частности, оставление детей без присмотра или еды, физические наказания, немотивированный пропуск занятий в школе, пьянство родителей, антисанитарные условия. Игрушки-осьминожки, музыкотерапия и квартира-студия для мам. В педиатрическом отделении для недоношенных детей Гомерской областной клинической больницы рассказали о методах выхаживания маленьких пациентов. В их реабилитации особое внимание уделяют контакту младенца с матерью и, в целом, воссоединению семьи. Специализированное отделение открыли в 1973 году. Сегодня в нем могут проходить лечение одновременно 25 малышей. За прошлый год здесь пролечили более 440 детей. Примерно 80% из них родились недоношенными. Самый маленький при рождении весил 480 граммов. Налоговый кодекс должен быть более доступным, а сотрудники инспекции более открытыми к диалогу с населением. Надо сказать, для выполнения задач, поставленных руководством страны, в регионе делается немало. Все больше развивается процесс автоматизации сбора налогов. Ведется и разъяснительная работа. Так, в 2017-м в Гомеле, Жлобине и Музыре появились центры обслуживания плательщика, а чуть позже и первые в регионе налоговые консультанты. Цель номер один – поступательное движение навстречу бизнесу. Об этом в интервью программе рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Д. Война. Налоговый кодекс ждет упрощения. По крайней мере, такую задачу поставил глава государства. По каким направлениям это может произойти в ближайшее время и какие действия предпринимаются уже сегодня? Действительно, упрощение налогового законодательства – это одна из тех задач, которые поставило время. И эту задачу конкретизировал глава государства. И сегодня созданная Межведомственная комиссия работает над упрощением налогового кодекса. Общая часть налогового кодекса уже прошла определенную отработку. Основные моменты уже определены. Сейчас работают над особенной частью налогового кодекса. Там, где конкретно указаны виды платежей, прибыль, НДС и другие особые режимы налогообложения. Но что хотелось бы здесь подчеркнуть? Сам налоговый кодекс должен быть более доступен, более понятен, более прост для восприятия субъектами предпринимательской деятельности, которым позволит более эффективно уплачивать и в полном объеме налоговые платежи. Одним из примеров хочу подчеркнуть то, что если сегодня платящий должен заплатить налоги и в срок их не заплатил, по 22 числу пристанавливаются операции по счетам. Идет сегодня более упрощение, когда операции будут приостанавливаться через определенный период времени в отношении добросовестного платильщика. Вот эти поступательные движения навстречу бизнесу и являются основной целью по упрощению налогового законодательства. Налоговый кодекс постоянно шлифуется, как понимают, это живой механизм. Вообще то, что изменения за изменениями, это хорошо, как по-вашему? Если изменения за изменениями приводят к тому, чтобы наша экономика работала лучше и получали более доходности, то это правильно. Эти шлифовки коснулись, как понимаю, и самого процесса организации сборов налогов. Все идет к полной автоматизации, ну или практически полной автоматизации. Это хорошо или плохо? Это не хорошо, не плохо. Это здорово. Потому что электронное взаимодействие должностных лиц налоговой инспекции, соответственно, с платежщиками, это уже сегодняшний день и это день будущий. Также по взаимодействию налоговых органов с платежщиками применяется такая форма, как создание центров обслуживания платежщиков. В 2017 году на территории области был создан такой центр в Жлобине. В 2018 году будут созданы два таких центра. Это в Мозере и в инспекции по жизнедорожному району города Гомеля. Здесь бесконтактный, опять же, метод работы, в части чего платежщик приходит в налоговую инспекцию, он не знает, кому попадет. Уменьшаются всякие риски, которые могут быть за, скажем так, сферой взаимодействия должностных лиц и платежщика. Вот электронное взаимодействие, создание центров обслуживания платежщиков, это действительно настоящее и будущее. С одной стороны, дистанционное общение, это хорошо, для многих это действительно удобство. Уверен, большое количество людей за это скажет спасибо. Но кому-то по старинке, может быть, хочется все-таки человеческих отношений. Надеюсь, и эта связь тоже не будет утрачена. Тем более, что вот не так давно в регионе начали свою работу налоговые консультанты. Какие задачи ставите перед этой службой? И вообще, за что она отвечает? Ну, налоговые органы не ставят задачи именно перед налоговыми консультантами, потому что это вид деятельности, которым могут осуществлять и физические лица, и, соответственно, физические лица в составе юридических лиц. Сегодня в Республике Беларусь 57 человек получили статус налогового консультанта, в том числе 4 физических лица, которые работают в двух предприятиях в Гомельской области. Не надо здесь изобретать велосипед. Действительно, опыт наработан в европейских странах, особенно для развития вот этой сферы. Мы брали пример с Германии, где все услуги физическим лицам, предприятиям оказывают налоговые консультанты. Вот здесь, как вы правильно подчеркнули, и взаимодействие, именно человеческое взаимодействие. Что здесь хорошего? Налоговый консультант – это тот субъект предпринимательской деятельности, который несет определенную ответственность, если он допустит ошибки. Его деятельность страхуется. Если будет допущена ошибка, и необходимо будет уплачивать административный штраф или пеню, это будет уплачивать налоговый консультант, а не то физическое лицо, не то предприятие, которому он оказал свои услуги. Это один, скажем так, из видов взаимодействия сегодня платежщика с налоговым органом через грамотных, эрудированных налоговых консультантов. Владимир Васильевич, спасибо за это интервью, успехов и только хороших новостей. Спасибо за предоставленные возможности. Урожай черники в белорусских лесах бьет рекорды. Кооператоры Гомельской области превысили прошлогодние объемы заготовки. Сезон еще не завершен, а у жителей региона уже закупили свыше 160 тонн ягоды. Летом 2017 года показатель составлял чуть более 150 тонн. Основная заготовка ведется в так называемых ресурсных районах – Житковичском, Лельческом, Октябрьском и Светлогорском. На поиски черного золота белорусских лесов отправилась Евгения Кухаронок. Одну ягодку беру, вторую примечаю. С началом сезона созревания черники в лесу стремились и стар, и млад. Любители собирательства зарабатывают на этом хорошую прибавку к зарплате или пенсии. За килограмм черники в Гомельском регионе можно выручить от 3,5 до 4,5 рублей. Любовь Мароська вместе с сестрой еще в детстве ходили в лес по ягодам. И теперь своему увлечению не изменяют. С начала сезона они собирают свои стандартные 4 ведра по 5 литров. В хорошую погоду объемы даже немного увеличивают. Рабочий день начинается на рассвете, в 5 часов утра завершается в 10. Сегодня, к примеру, на двоих им удалось заработать 90 рублей. Кроме стационарных точек приема дикорастущей ягоды в регионе работают и выездные пункты. Машины райпо приезжают за свежей черникой прямо в лес. Прежде всего проверка на радиацию. Допустимая норма для того, чтобы ягода попала на рынок – 185 бекерелей на килограмм. В Беларуси из черники делают джемы, напитки и детское питание. Вместе с тем ягода поставляется на продажу и переработку в страны Евросоюза. В прошлом году из 153 тонн ягоды, закупленной в Гомельской области, 120 тонн экспортировали в Фрибалтику и Польшу. Урожайность в этом году очень хорошая. И культурная, и дикорастущая ягода. И все, что выросло, все, что люди хотели сдать, они сдали нам в райпо. Ягода делится на товарную для промпереработки. Товарная ягода, значит, мы ее реализуем в сети. Для промпереработки ягода идет на производство соков, джемов, где-то, может, плодово-ягодных каких-то вин и так далее. Кроме черники в регионе заготавливают также и садовые ягоды. В стране Гомельский облпотребсоюз занимает первую позицию по закупке черешни, вишни, малины и красной смородины. На втором месте по заготовке клубники, земляники и черной смородины. Уже совсем скоро начинается сезон тихой охоты, и кооператоры региона откроют массовый прием грибов. По словам специалистов, лисички будут закупаться примерно по 5 рублей за килограмм. Кстати, собранные грибы и другие дикоросы можно самостоятельно продавать на рынках, как вообще и овощи с фруктами, если имеются излишки. Каждый имеет право выбора и, конечно, право на вознаграждение за труд и в собственном огороде, и в лесу. Евгения Кухаронок, Валерий Гопанько, Новости недели. Новости недели продолжают цикл сюжетов, посвященных обладателям премии Гомельского бласполкома «Человек года». Напомним, специальная награда ежегодно вручается 7 жителям нашей области. Сегодня рассказ о директоре птицефабрики «Рассвет» Рафике Гаджиеве. Он одержал победу в номинации «Руководитель». Уроженец Дагестана Рафик Гаджиев с 17 лет жил в Ставропольском крае. Закончил там сельскохозяйственный техникум, а затем Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. И в 1990 году приехал работать в Гомельский район, в колхоз имени Кирова. Начинал с должности заместителя председателя по животноводству. С 2000 года на протяжении 5 лет работал председателем колхоза «Красный маяк». После чего 9 лет возглавлял Гомельскую птицефабрику. А с марта 2015 года Рафик Гаджиев – директор открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рассвет». Птицефабрика «Рассвет» еще имеет свое отделение в Светлогорске, где мы производим, Светлогорская площадка, 10 тысяч тонн мяса. Головное предприятие «Сельскоцвет» – 11 тысяч. И мы имеем в Рыгачевском районе старое село, родительское стадо, там, где мы получаем яйцо, затем инкубируем в инкубаторе и производим мясо. За 2017 год на предприятии произвели 21,5 тысячу тонн мяса. На рынке птицевойческой продукции Гомельской области птицефабрика «Рассвет» занимает около 30% объемов производства. За время работы Рафика Гаджиева на предприятии произведена большая реконструкция. Только в Светлогорском отделении сегодня функционирует 16 птичников. И если в 2015 году там производили около 3,5 тысяч тонн мяса, то сегодня 10. В перспективе планируют увеличить производство еще на 2 тысячи. А еще «Рассвет» – это собственная молочно-товарная ферма, торговая сеть и крепкая команда профессионалов. Один руководитель – это мало что значит, когда есть коллектив, когда есть специалисты хорошие, когда тебя окружают порядочно, честные люди. Значит, и мы сегодня номинации, как бы, «Человек года». Я считаю, это заслуга в целом нашей фабрики. Видеофильмы директора птицефабрики «Рассвет» Рафики Гаджиеве смотрите на «Беларусь-4» в пятницу, 27 июля в 19.45. Светлана Князева, Сергей Нигелевич, Сергей Лукашук. Новости недели. Все чаще современные родители используют воспитание детей основы православия. Это, конечно, личное дело каждого, но факт остается фактом. К примеру, в одном из детских садов Гомеля половина групп имеет духовно-нравственную направленность в работе. Родительские спросы и веяние времени оценили в Главном управлении образования Гомельского облсполкома. Совместно с епархией разработали план действий. Светлана Князева встретилась с разработчиками программы и пообщалась с родителями воспитанников православных классов. С виду обычный детский сад, но есть то, что отличает его от других. Из десяти групп пять имеют духовно-нравственную направленность в работе. На протяжении вот уже 14 лет Гомельский ясли сад номер 170 является инновационной площадкой Министерства образования по воспитанию детей на православных традициях белорусского народа. Желающих определить детей православной группы, скажем так, группы с духовно-нравственной направленностью очень много. Иногда бывает выстраивается очередь, тогда отбор в эти группы происходит на конкурсной основе. С помощью батюшки, вот отец Феодорец, Святоникольский монастырь, мы тесно сотрудничаем со Святоникольским мужским монастырем с 2005 года. Три года назад Наталья Стаценко выбрала православную группу для своей дочери Ольги сознательно. Результатами воспитания молодая мама довольна. Считает, что в наше время, когда в обществе смешаны понятия добра и зла, родители должны заботиться о том, чтобы дети росли достойными людьми. Мы прекрасно понимаем, что сложатся в жизни моменты, когда подростку или потом взрослому человеку придется делать какой-то сложный выбор и принимать решения в каких-то спорных ситуациях. И здесь, конечно, в первую очередь будет играть роль тот фактор, какие у ребенка есть духовные ориентиры, какие заложены духовные ориентиры с детства. В этом отношении работа православных групп в детских садах для родителей бесценна. В Гомельской области около 15 дошкольных учреждений образования ведут работу в этом направлении. Всего же в Беларуси в проекте Минобразования участвуют 60 детских садов. Гомельщина в этой работе признанный лидер. В рамках соглашения между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской православной церковью в 2015 году в Гомельской области была подписана программа сотрудничества между управлением образования Гомельского областполкома и Гомельской епархией. Эта программа рассчитана на 5 лет в соответствии с ее основными положениями и строится работа в учреждениях образования. Одним из основных мероприятий программы сотрудничества является проведение областных святопокровских образовательных чтений. Они объединяют несколько тысяч человек со всего региона. Участники форума на протяжении двух месяцев работают на самых разных площадках по разным направлениям. И это далеко не единственное мероприятие, проводимое в рамках программы сотрудничества. Третий год подряд в нашей области проводится среди школьников Олимпиада по основам православной культуры. Это, конечно же, больше, вы можете сказать, тема воскресных школ. Но, наверное, для общего развития и для того, чтобы сформировать у детей первичные навыки милосердия, доброты, доброго отношения. Это важно и сегодня, на мой взгляд, тоже. В рамках учебного процесса в школах по желанию родителей у ребят есть возможность посещать факультатив основы православной культуры. В Гомельской области этот курс изучает около двух тысяч детей. Специально обустраиваются классы, где проходят обучение. Саша Осипов учится в 23-й школе Гомеля. Говорит, факультативные занятия по основам православной культуры привели ему интерес к традициям православных праздников. Мне запомнился именно праздник Пасха, потому что Христос, Он воскрес. И Пасха, торты, там, ну, идем в храм, молимся за Бога и за своих родителей. К нам приходит отец Максим, на все праздники приходит. И приходит просто, он нам рассказывает много чего интересного. Вот он приходил, показывал две книги старых. Для того, чтобы сделать контрольный срез тех знаний, которые ребята получают на факультативах, уже пять лет в Гомеле управлением образования совместно с Гомельской епархией проводится международный турнир по интеллектуальным играм «Фавор», когда через игровой компонент у ребят воспитывают интерес к получению знаний по основам православной культуры. Уроки проводят и воскресные школы при храмах. По рассказам воспитанников это не просто познавательно, но и полезно. Я хожу в воскресную школу, и мне становится лучше, легче, я становлюсь намного добрее. И когда я хожу в воскресную школу, я очень много чего узнаю, то, что я раньше вообще не знала. Особенно популярны у православной молодежи профильные турпоходы и палаточные лагеря. Уже не первый год на базе подворья Светоникольского мужского монастыря в деревне Терюха Гомельского района собираются воспитанники воскресных школ, зачастую вместе с родителями. Работа не новая, но для нас очень важная. Почему? Потому что ребята, общаясь друг с другом без мобильных телефонов, без каких-то технических новинок 21 века, понимают, что жить можно, общаться можно, и это не менее интересно, нежели это в повседневной жизни в городе, например, для ребят. Родители, выбирая для своих детей ту или иную форму воспитания в духе православия, рассчитывают на его качество, на искренность педагогов. Вместе с тем важно, чтобы дети находили отклики понимания в семье. И тогда, пусть даже и не сразу, а спустя годы, переоценивая свой жизненный опыт, они наверняка услышат отголоски христианской мудрости, заложенной в детстве. Светлана Князева, Александр Харлампов, Евгений Макеенко, Игорь Морищенко. Новости недели. А теперь к новостям культуры. В Витебской области провели Вишневый фестиваль. Праздничные мероприятия длились почти всю неделю. В программе театрализованные шествия, концерты, этновечеринки и кулинарные конкурсы, работа ярмарок и открытие резиденции Вишневой королевы. О чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Для привлечения посетителей, вместе с тем при общении людей к высокому искусству, культурные учреждения по всему миру стремятся проводить различные флэш-мобы и акции с демократичными ценами на билеты, а то и вовсе свободным ходом. Гомельская область не исключение. Здесь также всячески стремятся поддерживать интерес жителей и гостей нашего региона к уникальным раритетным предметам и неординарным современным арт-объектам. К примеру, Музей истории города Гомеля на уходящей неделе провел День открытых дверей. Все постоянно действующие экспозиции учреждения можно было посетить абсолютно бесплатно. Гостям предложили увидеть городские интерьеры конца 19-го – начала 20-го века, в частности столовую, спальню и кабинет-библиотеку, в которых некогда жили представители дворянских семей. Антураж ушедшей эпохи отражают посуды, мебель, книги, музыкальные инструменты и другие раритетные предметы. Также все желающие смогли пройтись по улицам Старого Гомеля и увидеть, как менялся город над Сожем спустя столетия. Приятным бонусом для посетителей стала возможность познакомиться с выставкой «Классика белорусской живописи», вобравшая в себя картины наших талантливых земляков. В Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка фотографий Валерии Гвоздериной под названием «Эстетика Санкт-Петербурга». На ней представлено 20 работ в жанре тревел-фотографии, отражающие неповторимые образцы архитектуры культурной столицы России и передающие особый дух города на Неве. Интерес к фотоискусству у Валерии Гвоздерины появился благодаря отцу, известному фотокорреспонденту Олегу Белаусову. Для нее он главный критик и вместе с тем лучший творческий наставник и вдохновитель. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина продолжается цикл летних концертов «Сиреневые вечера». На этот раз свое творчество зрителям дарили руководители вокальной эстрадно-джазовой студии «Вокал Смайл» Анастасия Витебская и ее ученица Жанна Купренко. В живом исполнении этих очаровательных солисток присутствующие погрузились в удивительный мир лирических белорусских мелодий и зажигательных джазовых композиций. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Артисты Гомельского областного драматического театра готовятся представить премьерный спектакль «Любовь без тормозов». Зрители ожидают яркая комедийная история о необычном любовном треугольнике, вершиной которого становится молодая женщина. Ее окружают сразу двое мужчин. Один из них муж, а второй становится героем жизни после автокатастрофы. Условно постановку можно назвать кинофильмом в театре. Сюжетные перипетии герои проживают и на сцене, и на киноэкране, где становятся частью известных фильмов. А Светлогурская картинная галерея «Традиции» имени Германа Прянишникова приглашает на выставку детских работ «Изумрудная черепаха». Здесь можно увидеть около 40 оригинальных рукотворных произведений юных мастеров. Вышивка, батик, живопись, подделки из бумаги и дерева – все они посвящены черепахам. Также на выставке можно принять участие в тематической интерактивной игре. Детей ожидают познавательные конкурсы, викторины о, пожалуй, самых медлительных представителях фауны, занесенных в Красную книгу нашей страны. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Андрей Иванов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин